Всем привет, ребята! С вами Алнубик, и добро пожаловать на мой канал! И сегодня я для вас, как обычно, подобрал 8 крутейших мобильных игр, в которые мы вместе и поиграем. Сегодня мы с вами поиграем в Супер Бравл, Отель Трансильвания, Тролл Квест Мемс, Драконы Олуха, Тролл Квест Хоррор, Свомпи 2, Беги Сосиска Беги и Хроники Хаоса. Ну и начинаем с игрушки Супер Бравл. Мы с вами, когда играли в предыдущий раз в эту игрушку, у нас с вами открылась новая локация, здесь мы можем сражаться 3 на 3. Здесь вот у нас есть наши бойцы, наши герои, и с помощью этих вот героев мы с вами проводим эти состязания, различные битвы. У меня уже есть Донателло, у меня есть Анжелика и у меня есть Патрик. Всего-то нам всего пока что 3 бойца, но я надеюсь, что совсем скоро мы с вами попробуем открыть еще несколько штучек, тем более, что через несколько минут у меня откроется новый сундук. Так вот, ребята, сейчас мы с вами будем участвовать в сражении либо 1 на 1, либо 3 против 3. То есть тут у нас будет 1 боец наш против 1 вражеского, либо 3 бойца наших против 3 вражеских. Давайте мы сыграем с вами события 3 на 3, и здесь вот мы, в принципе, как раз-таки возьмем наших 3 бойца, которые будут сражаться. Донателло, Анжелика и Патрик. Отлично, погнали. Сейчас мы с вами попробуем уничтожить нашего соперника, и, ребята, мы с вами попробуем заработать, как я вам уже сказал, сундучок. Потом мы этот сундучок с вами обязательно откроем. Я надеюсь, что мне выпадет либо какой-то новый боец, либо, возможно, хотя бы деньжаток побольше подбросят, чтобы я прокачал именно тех бойцов, которые у меня уже есть. Итак, Донателло мой готов. Мы будем сражаться против Хельги. Отлично, Донателло наносит нужное количество повреждений. Мне кажется, что мой Донателло вообще самый крутой боец, который у меня вообще здесь есть. Сейчас мы попробуем еще несколько ударчиков. Сейчас пойдет моя уже ульта. Отлично, я ульту зарядил, ребята. Ничегошеньки себе, она меня, по-моему, только один раз ударила. Мой Донателло просто крутейший боец, ребята. Самый крутой боец, который у меня есть. Это мой Донателло. Ладно, давайте теперь мы с вами попробуем взять моего нового бойца. Это будет, скорее всего, что Анжелика. И потом третье сражение мы с вами проведем за Патрика. Здесь, скорее всего, что нам нужно будет выиграть два сражения из трех. Ну, либо хотя бы, ну, да, наверное, два сражения из трех. Потому что, ух, ничегошеньки себе, смотрите, что получается. Меня тут бомбанули неплохо. Нам нужно щиток с вами держать. Итак, держим щит. Отлично, мы с вами лечимся, когда щиточек держим. И сейчас давайте попробуем зарядиться с помощью ульты. Отлично, теперь пошла моя ульта. Давайте побольше нанесем повреждения. Теперь мы держим с вами, грубо говоря, щиточек и лечимся. Да, это будет, наверное, долгий бой, потому что и Анжелика будет лечиться, когда у нее будет щит. И у меня будет тоже, когда щит, я тоже буду лечиться. Ну, ладно, давайте побольше, побольше нанесем повреждения. И пошла, пошел, пошел, щиточек. Ничегошеньки себе, вот эта ульта подошла, да, моя крутая? Так, нормально, половина здоровья у вражеской Анжелики мы уже с вами, грубо говоря, уничтожили. Еще немножко нужно. Давай, давай, добиваем. Если мы сейчас, ребята, уничтожим, то, грубо говоря, два сражения из трех мы уже с вами стопудово выигрываем. Да, друзья, мы с вами, получается, за Анжелику тоже уничтожили нашего соперника. Просто круто. Сейчас мы, короче, посмотрим, что мне дадут за это сражение. Надеюсь, что дадут какой-то прикольный сундучок. Ну, либо, ребята, хотя бы какого-нибудь нового бойца бы открыть, тоже было бы круто. Ладно, давайте посмотрим. Подбирают нам третьего соперника, Рокко. Против нас, ребята, будет играть Рокко. Ух, ничегошеньки, смотрите, ребята, я тут сразу, в принципе, свою ульту применил. Ага, здесь, оказывается, ребята, моя ульта переходит на новый боец. То есть, когда мы... на нового бойца. Когда мы с вами, получается, зарабатываем себе ульту, она нам переходит и на нового бойца тоже. То есть, нам не обязательно использовать ее. Вот это здорово. Конечно, я и не знал. Ладно, сейчас мы с вами будем потихонечку разбираться. Я надеюсь, что в дальнейшем сможем открыть побольше бойцов. Ого, Рокко, скорее всего, ребята, что сдался. Потому что я два раза его уничтожил. И вот третий вот поединок за Патрика я вообще на изи вынес своего противника. Наверное, мой противник просто сдался, потому что две победы из трех я на тот момент уже выиграл. Ну что же, отлично. К сожалению, пока что мне не дали сундучок. Я практически сложил сундук. Шесть частей из десяти я уже сложил. Но этого мало, наверное, для того, чтобы мне дали новый сундучок. Так, давайте посмотрим, что тут вообще у нас может подсвечиваться. Может, что-нибудь мне здесь дадут. Нет, смотрите, ребята, пока ничего мне не дали задания. Мы можем просто с вами пособирать все то, что мне, грубо говоря, подбросили за прохождение задания. Но это, как правило, вот эти вот денежки-кляксы. И мы с вами поиграем в следующую игрушку на сегодня. Следующая игрушка у нас отель Трансильвания. Мы с вами, получается, в предыдущий раз прошли тринадцатую миссию. Вот мы ее выполнили, к сожалению, всего-то нам всего на одну звездочку. Играли мы с вами за драко. Следующая миссия у нас четырнадцатая, которую мы с вами попробуем пройти. И здесь мы с вами будем играть тогда, давайте, за Мэвис. Посмотрим, получится ли нам эту миссию пройти за Мэвис. После того, когда мы с вами все миссии пройдем, заработаем нужное количество денег и сможем полностью отреконструировать весь отель, который был разрушен. Поэтому, ребятки, нам нужно побольше денежек зарабатывать и, соответственно, проходить миссии. Итак, ладно, наша с вами Мэвис уже готова. Здесь нам нужно... Ого, ничего себе, смотрите, какой прикольный... Это что у нас, такой щиток? Меня, короче, какой-то подогнали. Вообще здорово, еще одну жизнь подогнали. Ничегошеньки себе, смотрите, это что за сундук такой прикольной жизни здесь подбрасывают. И, грубо говоря, защиту, плюс денег тоже немножечко еще подбросили. Ого, ничего себе, смотрите, я, получается, защитился или что? Да, я был защищен. Ребят, вы видели такой, грубо говоря, щиток у моей Мэвис? Возле нее светился, и она была защищена. Ой, осторожно, теперь мы с вами должны продвинуться вперед. Отлично, продвинулись вперед, но, к сожалению, мы с вами одну жизнь потеряли. Я, наверное, должен даже не попадать вот эту вот ножку, да, под эту ножку. Если я, ребята, в эту ножку буду попадать, то, соответственно, у меня жизни будут израсходоваться. Отлично, бежим, бежим, бежим за нашу Мэвис, нормально, отлично, просто мы с вами это все прошли. Есть у меня один выстрел, давайте мы коснем вот этого злого, призлого монстряку, этого зомбака, и заберем еще побольше гинжатых. Просто здорово, ребятки, пока неплохо мы с вами продвигаемся вперед. Сейчас я, наверное, подожду, пока обратно же вот эта вот огромнейшая нога Бигфута у нас пойдет вниз, и тогда мы с вами будем передвигаться вперед. Вот обратно еще один, грубо говоря, я патрончик подобрал, нормально, теперь мы с помощью этого патрончика сможем обратно коснуть еще одного зомбака. Нормально, ребят, просто здорово. Наша Мэвис вообще крутая, крутой персонаж для прохождения этой игры. Да, просто круто. Я в предыдущий раз играл за драка, но я там несколько раз проигрывал, еле-еле, ребята, я там успел выжить. Ну, а здесь вот наша Мэвис просто умничка. Благодаря тому, что она так прикольно двигается, мы с вами эти миссии просто на изи сейчас пройдем. Завираем все монетки и продвигаемся еще вперед. Вот где-то здесь уже, наверное, у нас будет финиш, и мы с вами, наверное, эту миссию уже должны пройти. Так, мне нужно будет, наверное, запрыгнуть. Сейчас я, ребятки, запрыгну вот на эту вот облачко. Осторожно! О, нет, ребят, я одну жизнь потерял. Так, осторожно. Осторожно, наша Маленькая Мэвис еще одну жизнь. Ого, ничегошеньки себе, ребят, вы видели, сколько я две жизни потерял. Это просто жесть. Зачем я торопился-то так, а? Нужно было просто вот так вот подойти и все, и не торопиться. Сейчас вот эта вот нога отойдет, и мы с вами попробуем зайти на другое вот это вот облачко. Отлично, ребятки, просто взорваху, к сожалению, ой, к счастью, мы с вами эту миссию прошли. Насобирали нужное количество монеток, и у нас осталась одна жизнь. Это, конечно, радует, что мы ее прошли. Плохо то, что у нас осталась всего-то нам всего одна жизнь. Ладно, ребята, если вам нравится эта игрушка, ставьте ваши лайки, пишите об этом в комментариях, я буду играть в нее почаще. Пока что, я думаю, данной игрушки хватит, и мы с вами сейчас поиграем в какую-то другую игру. А другая игра на сегодня у нас Тролл Квест Мэмс. Ну ладно, давайте поиграем в нее. Все. Итак, для начала нам нужно, наверное, будет пройти... Так, это что такое? Первая миссия, что ли? Да, смотрите, ребята, у нас тут первая миссия. Нам для начала показывают, что нам здесь делать. Вот я, в принципе... Ага, вот оно что, ребята. Здесь мне нужно будет как-нибудь вот этого старика, грубо говоря, напугать, наверное, да? Мне нужно вот так вот нажать несколько раз, два раза, и я ударил этого старика, и теперь перехожу вперед. Ага, вот оно что, ребята. Это была первая миссия, которую нам показали. Наш маленький тролльчик зашел уже в туалет и прошел эту миссию. Если было бы все так просто, и мне все миссии показывали, что мне нужно делать, было бы вообще на изи. Теперь мне нужно забраться, наверное, вперед вот сюда вот, да? И для того, чтобы забраться вперед, что мне нужно сделать? Давайте попробуем кликнуть на этого тролльчика. Ага, здесь у нас чайки какие-то летают, и солнышко. Ага, мне нужно, наверное, ребятки, тучи разогнать руками, что ли, да? Скорее всего, что мне тучи нужно как-то разогнать руками, но я, к сожалению, не понял как. Ладно, давайте еще разочек попробуем сыграть. Можно, конечно, подсказку использовать Давайте подсказку попробуем использовать Итак, мне нужно вот этот вот знак передвинуть вперед, да? Давайте передвинем его вперед А, вот оно что, ребята, ничегошеньки себе Мне нужно было вот этого маленького крокодильчика Либо динозаврика просто по голове вот так вот ему настучать Вообще круто, ребят, играю в эту игрушку впервые Поэтому могу что-то не знать Хорошо, что тут есть подсказки Что мне здесь нужно делать? Звонит телефон И мне нужно, наверное, будет снять трубку, что ли Итак, снимаем трубку Теперь мне нужно записать, наверное, номер телефона, что ли Давайте попробуем записать номер телефона Или не получается нам его записать? Нет, ребятки, не номер телефона Нам нужно записать, а что-то другое Еще одно давайте используем подсказочку Что мне тут нужно сделать? Сейчас мне нужно... А, мне нужно просто отключить телефон Вот оно что! Я просто не догадался, что мне здесь нужно телефон отключить Мы с вами отключили телефон И что, все на этом? Миссия пройдена у нас или же нет? Давайте посмотрим А, он плачет, ему никто не звонит Он плачет, вот этот вот маленький мемчик И что, миссия пройдена? Да, ребята, просто круто Нам нужно, оказывается, троллить вот этих вот мемчиков Ну что ж, давайте еще одну миссию пройдем и будем играть уже в следующую игрушку Тем более, что у нас там следующая игрушка Через одну, вернее, тоже будет Тролл Квест Так, здесь нам нужно что сделать? Ого, подходит Газилла Здоровенная какая-то И нам нужно, наверное, эту Газиллу направить А ну давайте попробуем ее как-нибудь вот так вот повить Ух, ничего себе, смотрите, она тут разрушает домики Эта Газилла Здоровенная разрушает домики Ничегошеньки себе Какая она Здоровенная Газилла Она разрушила абсолютно, нет, не все домики Она разрушила 3 домика Ну ладно, давайте попробуем еще одну подсказку Использовать, что мне здесь нужно делать Так, клацаем, наверное, сюда Вот, и давайте используем подсказку Ага, мне на стрелочки нужно нажимать Итак, я нажимаю на стрелочки, и что получается? А, она сражаться будет, ничего себе Наша Газилла будет сражаться, наверное, теперь С каким-то другим монстром, что ли Давайте посмотрим, где этот другой монстр-то Ну же, маленький монстр, ты подходишь или не подходишь? Нет, ребята, к сожалению, монстрик почему-то не подходит Возможно, нам сразу нужно было на эту стрелочку нажимать Для того, чтобы Газилла сюда не подходила Давайте мы ещё разочек попробуем эту миссию переиграть. И прям с самого начала, ребята, мы будем нажимать вот на эту вот стрелочку. Так, нажимаем на эту стрелочку. Быстрее, быстрее, быстрее. Короче, что-то пошло не так, походу, потому что мы с вами эту миссию не можем пройти. Ребята, кто проходил эту игрушку, напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно пройти четвёртый уровень в данной игре. Я вам буду очень благодарен. И когда мы с вами будем играть уже в следующий раз в эту игрушку, обязательно этот уровень пройдём. Ну а пока что, ребята, всё. Следующая игрушка, в которую сегодня мы с вами будем играть, это моя одна из самых любимых игр, которая называется Драконы Олуха. Вот это наш островок, ребята, где мы с вами продолжаем выращивать наших дракончиков маленьких. Здесь мы с вами должны будем выращивать наших дракончиков и потом сражаться в компаниях. Здесь со всех сторон различные... У нас есть города, различные острова, где, наверное, тоже будут тусоваться другие дракончики. Мы можем, наверное, со временем на эти острова как-нибудь постараться перебираться. Ну вот это вот наша, грубо говоря, база, на которой мы с вами это всё строим. Здесь у меня уже построена арена драконов. Ну, в принципе, неплохо, что на меня построено ещё 250 единиц еды. Мне подбросили вообще отлично. Ну что, ребята, вот это вот мой островочек, как я вам сказал. Здесь у меня уже есть три дракончика. Дракончик ветра, дракончик огня и дракончик лавы, либо дракончик дыма. Также сегодня я попробую вывести ещё новый вид дракончика. Это саламандра. Но для того, чтобы его вывести, мне нужно подождать полтора часа. После того, когда я подожду полтора часа, здесь у меня выведется новый вид дракончика саламандра. Ну и в предыдущий раз, ребята, мы с вами построили себе живище земли и открыли четвёртого своего дракончика. Это у меня, ребята, админ земля. То есть он, грубо говоря, дракончик земли. Мы можем его немножечко прокачать для того, чтобы он перешёл на новый левел, а можем прокачать наших основных дракончиков, которыми я воюю. Ну так, пока что я этого дракончика земли прокачивать не буду. Будем мы с вами воевать дракончиком огня, ветра и дыма. Давайте попробуем пройти хотя бы одну из компаний. Здесь вот у нас есть возможность пройти компанию, получается, вот с какого-то свитка и пройти шестую миссию в основной компании. Давайте мы с вами попробуем пройти шестую миссию. Здесь мы с вами будем сражаться против двух дракончиков лавы и одного дракончика дыма. Они у нас, получается, пятого левела лава и шестого левела дракончик дыма. Ну что же, попытаемся уничтожить наших противников. У меня, в принципе, только Сива, дракончик ветра восьмого левела. Пэти, дракончик лавы, получается, у меня шестого левела и мой дракончик дыма четвертого. Дракончик дыма будет самый-самый простенький, но я думаю, что благодаря тому, что Сива мой восьмого левела, мы с вами эту миссию обязательно пройдем. Итак, для начала нам нужно посмотреть, кому мы какой уровень урон будем наносить. Давайте мы попробуем нанести нужное количество повреждений вот этому вот самому верхнему дракончику. Мы... Ничего себе, мы его с вами практически вынесли! Просто здорово, ребята, просто круто! Теперь нам нужно нанести нужное количество повреждений нашим оставшимся дракончикам. Давайте мы, наверное, вот этому дракончику нанесем повреждение Нет-нет-нет, вот да, вот этому дракончику мы сейчас с вами нанесем повреждение И сколько? Минус 249 единиц А он будет нашего дракончика, минус 161 Да, друзья, скорее всего, что эту миссию мы с вами обязательно должны будем пройти Давайте мы вот самого верхнего с вами попробуем дракончика И тогда, ооо, я промахнулся, ребята, я промахнулся Практически я вынес самого верхнего дракончика Но сейчас я обязательно его уже вынесу Сейчас я вот этого самого первого еще бомбану один разочек Нормально, бомбанули, ничего себе Минус 355 единиц урона Вот это наш дракончик, конечно же, ветра самый-самый крутой Так, теперь мы с вами попробуем бомбануть, наверное, вот этого вот верхнего Давайте мы попробуем его уничтожить Уничтожим, да, ребята, одного дракончика мы с вами вынесли Теперь у нас три дракона, а у наших соперников их два Теперь дракончик дыма Давайте мы, наверное, попробуем вот этого первого уже вынести до конца, чтобы его здесь уже не было И еще минус один, просто круто, ребята, просто круто Дракончик ветра сейчас бомбанет, наверное, вот этого дракона вражеского лавы Сколько он нанесет ему повреждения? Минус 121 единица, ничегошеньки себе Нормально, он его, конечно же, бомбанул И, ребятки, наш дракончик Средний, дракончик огня Попробует уже до конца, наверное Ну что ж, не получается нанести нужное количество повреждений Ого, все, ребятки, скорее всего, что да Он добивает последнего вражеского дракона И мы с вами эту миссию проходим Просто здорово, ребята, сегодня мы с вами сразились один раз И, получается, один раз уничтожили Нашего противника Что мне здесь подбросили? Немножечко еды, немножечко денег И даже свиты какой-то дали, ну, неплохо Что ж, друзья, мы с вами переходим на новый левел И, получается, седьмой уровень у нас открыт Когда мы с вами пройдем туда дальше Вот у нас тут, получается, еще два сражения И открывается, наверное, новая локация Вот эти вот дверки, это новая локация, где мы с вами, наверное, будем сражаться И проходить новые миссии Думаю, что с данной игрушкой пока что хватит, ребята Мы с вами и так неплохо в нее уже поиграли И следующая игрушка, в которую мы сегодня с вами будем играть Это у нас будет обратно Тролл Квест Но на этот раз уже хоррор Здесь мы с вами будем проходить эту игрушку с первого левела Смотрите, это самый первый левел Здесь у нас есть смерть и у нас есть человечек Получается, что за этим человечком пришла смерть И нам нужно эту смерть как-нибудь испугать Если мы просто будем кликать по ней, то она будет Бить меня вот этой вот ложкой здоровенной И на этом, грубо говоря, все, ребята Мы с вами эту миссию не сможем пройти Поэтому для того, чтобы испугать смерть Мне нужно будет сбросить кожу Сейчас я вам покажу, как это все делается Давайте заново начнем этот уровень Вот, смотрите, есть мой человечек Мы вот так вот проводим по нему перпендикулярно Ой, горизонтально получается Он испугал смерть Смерть убегает И эта миссия у нас будет пройдена Самая первая миссия довольно-таки простенькая Но простенькая, когда знаешь, что нужно делать Ну что ж, неплохо Давайте прилегаться дальше Следующая миссия Здесь у нас уже девочка вот такая вот страшная есть Смотрите, если мы будем кликать по этой девочке Она будет разворачиваться И будет нас пугать вот этой вот здоровенной головой Поэтому нам нужно эту голову ей отвинтить Для того, чтобы ее отвинтить Мне нужно по голове просто вот так вот кликать Кликать много-много-много раз И эта голова, грубо говоря, получается Просто-напросто отделилась от тела Мы с вами уничтожили этого монстра девочку И получается этот уровень мы с вами тоже прошли Довольно-таки простенький, если честно, миссия Следующая миссия, ой, это одна из самых противных миссий, ребята А здесь у нас есть вот такой вот чувачок Нам нужно по носику вот так вот разочек кликнуть Фу-фу-фу, я не хочу это смотреть Это просто жесть, короче, ребята Это самый противный уровень, который я когда-либо проходил в игрушках Очень он противный, очень противный уровень, ладно Побыстрее с ним будем заканчивать Теперь у нас, ребята, новый левел Здесь у нас есть гремлин, у нас есть человечек Вот такой вот, у него есть два стаканчика водички Если мы эту вот стаканчике водички будем кликать на гремлина Да, вот так вот будем выливать на этого гремлина Одну и другую и другой стаканчик водички И ничего у нас не произойдет Просто-напросто, ребята, нам нужно будет этого гремлина Обратно испугать Поэтому для того, чтобы пройти эту миссию, нам нужно эту водичку выпить Сейчас я вам покажу, как это сделать Нам нужно вот так вот кликать на водичку Давай быстрее, пей эту воду, пожалуйста Нам нужно кликать по рту Ай-яй-яй, что такое, обратная игрушка подвисает Ребята, иногда некоторые виссии невозможно пройти Потому что игрушка подвисает Смотрите, ребята, нам нужно кликать по рту вот этого чувачка Он должен будет выпить вот этих вот 2 стаканчика водички После того, когда он выпьет 2 стаканчика водички Он просто-напросто, ну не буду вам говорить, что произойдет Но мы с вами эту миссию сможем пройти Поэтому нужно 2 стаканчика воды выпить Почему-то у меня они не пьются Я, в принципе, кликаю, как и нужно По этому чувачку, порту ему Для того, чтобы он выпил водичку Но, к сожалению, ребята, нет Игрушка подвисла, мы с вами эту миссию не сможем пройти Вы же кликайте порту этого человечка Он выпьет этих 2 стаканчика воды И тогда вы эту миссию пройдете Нужно будет, наверное, заново перезагрузить эту игрушку, заново её скачать и заново попытаться пройти с самого первого уровня. Возможно, какой-то просто глюк произошёл. Ну ладно, следующая игрушка, в которой сегодня мы с вами будем играть, это у нас будет игрушка Swampy 2. Здесь нам нужно будет помогать нашему маленькому крокодильчику, собирать уточек и, получается, проводить воду. Мы с вами сейчас будем играть на восьмой миссии. Давайте мы с вами возьмём миссии. Здесь у нас есть дополнительная миссия и основные. Давайте мы с вами сыграем одну основную миссию. Смотрите, здесь у нас есть какая-то девочка-крокодильчик. И теперь с помощью... Ой, что она делает? Она запустила какую-то, ребята, непонятную штуку. Какой-то самогонный аппарат. Что? Или что это такое? Ну ладно, нам, скорее всего, что нужно будет провести, как и в других предыдущих миссиях, просто водичку. Вот, смотрите, у нас тут есть, грубо говоря, уточки. Что мне нужно сделать? Мне нужно, как минимум, ребята, добыть две уточки, да? Вот у нас, смотрите, есть водичка. Ага, мне нужно, скорее всего, что вот этот вот пар, ребята, доставить до вот этой вот трубки. Здесь мне уже не водичку нужно, а здесь мне нужно уже, ребята, пар, оказывается, да? Давайте мы вот так вот немножечко вот сюда вот попробуем прокачать этот вот дымочек. Давай-давай-давай-давай. Ну же, ну же, ну же, уточка, ты будешь пить эту водичку, этот дымочек или нет? Давайте побольше, побольше. О, нет, ребята, наверное, уточка не сможет пить этот вот дымочек. Давайте вот так вот побольше попробуем проделать. Ну же, нам нужно, чтобы дым достал до этой уточки. Ребята, к сожалению, дым не хочет доставать до этой уточки. Да что ж ты будешь делать? А как же достать до тебя? Ладно, придется нам тогда, наверное, ребята, вот сюда вот немножечко прокачаться. И вот сюда вот до одной уточки мы с вами достали этот дым Теперь мы с вами попробуем, чтобы дым достал до другой уточки И вот уже, наконец-таки, он доберется до вот этого нашего крокодильчика Который должен будет теперь, что, починить свою машину, что ли? Но в любом случае, ребята, мы с вами спасли 2 уточки 3, к сожалению, не получилось спасти И первую миссию мы с вами прошли Давайте попробуем двигаться дальше Что у нас тут дальше будет? Мы с вами уже 24 уточки спасли, неплохо Следующая миссия у нас 9-я Потом у нас еще 10-я миссия И нам нужно аж 40 уточек спасти Ничего себе, для того, чтобы перейти на 11-й левел Нам нужно с вами спасти аж 40 уточек Так что давайте попробуем пройти еще одну миссию в 9-м левеле И попробуем здесь спасти как можно больше уточек Потому что нужно, ребята, нужно их спасать Крокодильчик у нас открывает водичку Здесь мы давайте посмотрим, что у нас есть Нам нужно эту водичку, скорее всего, спустить вот сюда вот Ага, я понял, ребята Вот так вот нам нужно сюда вот, грубо говоря, подвести воду Отлично, мы с вами практически всю подвезли Теперь мне нужно будет, чтобы эта водичка Куда она перешла? В какую сторону? Право либо влево? Наверное, что вот в эту сторону нам должна водичка перейти А нет, вот сюда вот эта водичка должна будет добраться Отлично, водичка уже добралась Хорошо, давайте мы вот это все с вами так вот расширим Ага, вот я вижу, что тут у нас есть одни уточки Одна уточка, ребята, есть Мы ее с вами можем уже спасти Так, давай, отлично Отлично, ребята, мы с вами одну уточку спасли Хорошо Теперь нам нужно продвигаться вот так вот вниз Давайте вот сюда вот тоже мы с вами попробуем Простроиться Да, вот сюда вот немножечко нам нужно простроиться И теперь, ребятки, давайте дальше, дальше, дальше Уточку одну мы с вами опять спасли Нормально, ребят, просто здорово Мы с вами продвигаемся вперед Здесь намного все сложнее уже Здесь намного сложнее миссии, оказывается Елки-палки Так, хорошо, здесь мы с вами обратно уже проходим Дальше Нет, куда ты? Мы с вами спасем эту уточку или нет? Да, ребятки, вот мы с вами еще одну уточку, оказывается, спасли уже Идем вниз, здесь нам нужно обратно, чтобы газ пошел в синий вот этот вот резервуарчик Ё-моё, какая же это сложная миссия, ребята, какая же это сложная миссия С каждым новым уровнем все сложнее и сложнее миссии И нужно и уточек спасать, и, соответственно, вот эту вот водичку постараться в самый-самый низ перетянуть Итак, здесь у нас есть уточки или же нет? Да, у нас тут вот есть вот одна уточка Давайте мы сюда вот попробуем эту водичку перетянуть с вами Нормально, пока что проходим дальше Вот здесь вот мы должны с вами прокачать это все Водичка у нас должна пошти вниз Еще последняя уточка нам осталась Если мы с вами эту миссию пройдем, будет просто великолепно, ребята Так, здесь нам нужно с вами, оказывается, наверное, обратно дымочек пустить А куда нам этот дымочек нужно пустить? А, ребятки, куда этот дымочек нам нужно пустить? Нам нужно вот так вот, наверное, сделать Теперь вот так вот сделать И давай быстрее Еще уточку одну мы сюда спасем Да, уточку одну спасли И всю оставшуюся водичку нам нужно вот в самый-самый низ переправить И все, ребята, ху, вот это жесть Мы с вами спасли все шесть уточек И, получается, водичку доставили к самому-самому низу Это, наверное, самая идеальная миссия, которую мы с вами здесь прошли Девятая миссия, плюс 6 уточек, это у нас их сколько? 30 штук уже есть Следующая миссия у нас уже десятая, где мы с вами можем, получается, заработать еще 9 уточек И у нас будет 39, потом еще какую-нибудь миссию мы с вами сыграем еще один разочек И все, мы с вами заработаем 40 уточек и сможем пройти дальше и выполнять уже 11 левел Если она вам нравится, ставьте лайки, пишите об этом в комментариях, я буду играть в нее почаще Ну а предпоследняя игрушка, в которую сегодня мы с вами будем играть, это Беги, сосиска, беги Здесь мы с вами должны зарабатывать монетки и открывать себе новые левелы и открывать себе новые сосиски Здесь у меня уже несколько скиночков открыто, это вот такая вот какая-то чумная сосиска-зомби И также у нас тут есть, по-моему, Санта Клаус сосиска И у нас тут есть, ребята, где же эти все костюмчики? Ага, вот, наверное, вот это, да, вот смотрите, в этой вот вкладке мы с вами можем себе менять наши сосиски Есть у меня сосиска-зомби, потом есть у меня сосиска Санта Клаус И тут вот самая первая сосиска, обыкновенная, у меня тоже есть Мы с вами можем открывать новые скинчики Вот, например, у меня 99 центов есть Мы с вами можем уже открыть себе ниндзю, например Либо, например, кактус Либо, например, мы с вами можем открыть Халка Когда еще одну монетку заработаем Давайте мы с вами попробуем заработать тогда еще одну монетку И попробуем себе открыть новый скинчик Это у нас будет скинчик Халка Вот это все миссии, которые мы с вами прошли Давайте попробуем двигаться дальше Следующая миссия у нас 27 Здесь нам нужно, ребята, вот так вот ускоряться И собирать монетки Хотя бы одну монетку нам нужно еще собрать Ай-яй-яй, не получилось еще одну монетку собрать Давайте продвигаться вперед Ну, а где же эти монеточки? Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Так, вот у нас тут есть монетки. Собираем. Отлично, ребята, мы с вами собрали ещё одну монетку. Теперь нам нужно постараться просто дойти до финиша. Да, ребята, мы с вами нас собирали уже 100 монеток. Ну и теперь, как я и сказал, ребятки, мы с вами можем попытаться открыть себе новый скинчик. Скинчик у нас будет с вами... Либо здесь вот мы будем открывать скинчики новые Халка, к примеру. Либо вот здесь вот у нас с вами есть возможность тоже открыть новые скинчики. Давайте мы с вами, как и хотели, попробуем открыть Халка. Мне кажется, что Халк тут будет самый-самый крутой. И ничего себе, смотрите, это кто у нас такой? Халк, он что, будет на тележке гонзать, что ли? Ладно, давайте попробуем, ничего себе, вот такой вот сосиски у меня ещё не было. Итак, наш Халк будет проходить, давайте попробуем с 28-го левела. Ничего себе, смотрите, прикольно-то как, да? О, нет, нашего Халка перерезала вот эта вот плохая пила. Нам придётся ещё раз, дочек, сыграть здесь. Надеюсь, у нас всё получится. Так, двигаем дальше. Здесь обратно двигаемся дальше. Здесь вот нам нужно вот эти вот монетки было собрать. Но я, к сожалению, не успел собрать обратно эта пила. Мне кажется, что эта пила самая плохая, самое плохое препятствие, которое нужно проходить. О, наконец-таки, мы его с вами прошли. Одну монетку ещё заработал, нормальненько. Теперь у нас есть ещё плюс одна монетка. Двигаемся дальше, ещё плюс одна, ускоряемся. Да, нормально, ребята. Ещё разочек ускориться нам нужно. Тут осталось буквально ещё совсем немножко, и мы с вами эту миссию пройдём. Так, зарабатываем ещё монетки. Да, ребята, уго, ничего себе, мы с вами заработали уже 12 монеток, аж оказывается. Да, сосиска Халк вообще прикольненькая. Можно, в принципе, играть за эту вот сосиску. Она интересная, очень интересная. Плюс 10 монеток ещё, ускоряемся. Ребята, вот эти вот пилы, мне кажется, они самые-самые страшные. Здесь нужно очень быстренько проходить для того, чтобы, ребята, ничего нас здесь не подрезало. Отлично, всё, друзья, мы с вами добрались уже обратно до финиша. 24 монетки у нас есть. Ну что ж, давайте попробуем ещё одну миссию. Мы с вами, наверное, пройдём. И потом уже будем, наверное... Ого, это что такое вообще? Какие-то медузы. Медуза Гаргона, короче. И... О, нет, меня, короче, слило. Ладно, ребят, давайте эту миссию до конца всё-таки попробуем пройти. И потом, ребят, будем уже с вами играть в игрушку, которая у нас называется Хроники Хаоса. Она очень прикольная игрушка. И я надеюсь, у нас получится её тоже пройти. Ускоряемся. Да, друзья, мы с вами проходим этот вот дополнительный левел. Ладно, с игрушки беги, сосиска, беги. Пока что всё. Ну и, как я говорил, самое последнее на сегодня это Хроники Хаоса. Здесь мы с вами, получается, прошли уже до 10-й миссии. Вот она как раз-таки 10-я миссия. Здесь нам нужно будет победить демона Марокса. Поэтому давайте попробуем его, ребятки, вынести. У нас с вами есть... Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, это вражеские, грубо говоря, чуваки, вражеские юниты, которых нам нужно будет уничтожить. Ну ладно, давайте попробуем сразиться. Здесь у меня открыто уже, по-моему, то ли 6, то ли 5 новых героев. Сейчас посмотрим, сколько здесь мне уже добавят этих героев. И со сколькими героями мы будем сражаться. Да, ребят, смотрите, здесь у меня уже, получается, есть аж 5 героев. Просто здорово. Это у меня, получается, друиды различные, всякие нимфы и тому подобные, чуваки. Ну, неплохо, ребятки, да? 5 уже героев, это довольно-таки прикольно. Как раз-таки с помощью вот этих вот пятерых героев мы с вами и будем уничтожать наших врагов. Вот, давайте попробуем применить первую способность нашего героя. Ничего себе, какой удар-то мощный произошёл. Вот это просто жесть, ребята, просто жесть. У нас с вами уже ульта есть у нашего с вами некроманта. Давайте мы попробуем применить ульту нашего некроманта и попробуем применить ульту оставшихся наших юнитов. Мне нужно вот этого демона уничтожить, ребята. Ого, какой он мощный чувак-то. Одного нашего героя он практически вынес. Но благодаря тому, что у нас было 5 этих героев, мы с вами уничтожили последнего демона. И теперь, наверное, переходим на новый уровень, скорее всего, да? Новую локацию. Да, ребят, смотрите, мы с вами, по-моему, переходим на новую локацию. Демона мы с вами победили. И вот у нас новые уровни, да, здесь мы с вами, наверное, будем отдельно проходить их за героев и двигаться дальше Здесь вот я вижу, что мы с вами будем открывать новых героев и пополнять армию нашего войска Ну что ж, довольно-таки неплохо, я считаю, давайте попробуем пройти первую миссию из второй миссии Вторая глава у нас называется Искаженная магия И в этой главе мы с вами попробуем пройти хотя бы первое сражение Интересно, сколько у нас тут будет воинов, обратно все 6 штук или здесь мы с вами будем поочередно за каждого проходить Ладно, сейчас мы смотрим, что у нас здесь подбор... Да, ребята, здесь нас подбросили прям всех пятерых воинов Видите, что тут у нас уже новые юниты вражеские, это кентавры какие-то здоровенные Как раз-таки вот этих вот кентавров сейчас мои войска будут уничтожать Прикольная, ребята, игрушка на самом-то деле Мне она очень нравится, если она вам тоже нравится, хотите, чтобы я играл в нее почаще Тогда обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте ваши лайки Сейчас мы применим ульту нашими воинами Ничего себе, как круто, ребят! Они, конечно же, посильнее уже, чем с первой локации Но у нас, по-моему, все получилось и мы с вами их уничтожили Последнего вражеского героя мы с вами добились Смотрите, здесь у моих трех воинов уже ульта есть Давайте мы прям сразу... А, четверых даже! Глядите, мы с вами сейчас всю ульту применим И полностью вынесем этих врагов Ни разу их не ударил Это просто жесть, ребята, просто жесть! Смотрите, какой он здоровенный вот этот вот монстр Он похож на Джабу из этих... Из Звездных войн, по-моему Давайте еще разочек ульту применим Нашей с вами магическому... Нашим эльфам Ничего себе! Моего одного воина, ребятки! Моих двоих героев даже уничтожили! Первый раз я потерял двоих героев Это просто жесть! Да, на самом деле довольно-таки сложная миссия Здесь довольно-таки сложно, ребята, играть оказывается Я что-то подрасслабился Смотрите, сейчас, наверное, еще одного воина кокнут Да, здесь моих два воина всего-то нам все осталось Это просто жесть, ребята! Я первый раз потерпел, наверное, поражение Здесь мне нужно прокачивать, наверное, мои войска И как-то применять так магию Чтобы я мог уничтожить моих врагов Нет, ребята, к сожалению, мы с вами первый раз проиграли Мне, скорее всего, что нужно сейчас будет попрокачивать моих воинов Прям максимально, сколько я смогу прокачать Только я их прокачаю на новый левел Чтобы они перешли И тогда, скорее всего, что не будут наносить уже побольше повреждений И мы с вами сможем продвинуться дальше Потому что пока что, ребята, у нас ничего хорошего не получается Просто-напросто всех моих воинов поодиночке повносили Это первый раз, когда я, ребята, проиграл Плохо, конечно, ребята, что мы с вами проиграли Но ничего страшного здесь не произошло Смотрите, вот мои воины, о которых я вам говорил И здесь мы с вами попробуем их, ребята, немножечко прокачать Смотрите, здесь вот первый наш, грубо говоря, воин, за которого мы с вами играли Он на шестого левела, мы можем ему, в принципе, прокачать, например, стрельба небес Он будет наносить побольше урона Отлично, мы ему это все попрокачивали Теперь мы с вами можем ему еще прокачать неудержимый натик за тысячу монет Давайте тоже прокачаем Видите, здесь сколько у меня денег есть Я, грубо говоря, вообще не тратил эти деньги Я думаю, что пока что хватит этого воина прокачивать Давайте теперь мы с вами прокачаем еще Тею несколько раз тоже, чтобы она побольше исцеляла Ага, здесь мне не хватает денег Мне нужно будет прокачать мою Тею, чтобы она побольше исцеляла моих союзничков Дальше, здесь мы с вами, по-моему, уже прокачивали Пламеня Покров Да, да, это мы с вами уже все попрокачивали немножко Аврору мы с вами тоже один разочек уже прокачали И Фобоса мы с вами тоже, по-моему, прокачивали Да, вот 100 монеток, это у нас уже вторая прокачка будет К сожалению, пока что я не могу его прокачать, потому что у меня не хватает кристалликов Со временем, когда мы с вами обратно заработаем побольше монеток Мы их еще разочек прокачаем, и они станут намного-намного сильнее И мы с вами сможем обязательно уже пройти вот эту вот самую последнюю миссию. Но это мы уже с вами тогда сделаем в следующий раз. Пока что, я думаю, с этим хватит. Если вам игрушки эти понравились, обязательно поставьте ваши лайки. И также обязательно напишите в комментариях, какая из игр вам понравилась больше всего. Ну, а пока что на этом все. С вами был Алнубик, ребята. Всем пока!